В день престольного праздника Владимир Лысиков совершил божественную литургию в сослужении настоятеля Иерея Николая Мельникова. В соборной молитве духовенство и верующие возблагодарили Господа за возможность особо помолиться перед образом Божией Матери, именуемым Казанским. По благословению митрополита Алексея, сегодня в селе Гремячий Новомосковского района Тульской области наш храм принимает дорогих гостей. Сегодня мы проходим крестным ходом от храма и проходим по реке Пронь, по Пронскому водохранилищу. Это проходит так масштабно впервые и нам отрадно видеть здесь множество народа, которые приехали к дню памяти крещения Руси, памяти князя Владимира и отрадно еще видеть престольный сегодня праздник. Всех хотелось бы поздравить с престольным праздником Казанской иконы Божьей Матери. Дай Бог пожелать всем здоровья и благополучия, чтобы Пречистое всегда держало свой честный покров над всеми нами. Хрестный ход – это такое благослужение, когда храм – это вся окружающая природа, а купол – это все небо, а мы – как свечки, горящие для Бога. Престольный праздник храма – благочестивая традиция, уже само ожидание которого наполняет душу радостью и теплом. Особый колорит торжеству придает благоговейное шествие от стен храма до реки Прони. Вот видите в начале крестного хода лампаду? Она символизирует цвет Христов. Крест показывает, что у каждого человека в жизни будут свои крестные испытания. Хоругви – словно Христовое ополчение, а певчие – хоры ангела, что успевают славу Божию. И еще в крестном ходе несут иконы – это Христовое ополчение. Поэтому, когда крестный ход движется с молитвой, от трепещен. На пристани участники крестного хода погрузились на специально подготовленный паром и лодки, продолжив свой путь по водам, выражая духовную радость колокольным благовестным и величанием Богородицы ее дивного казанскому образу. Мне нравится наша традиция проводить крестный ход на воде. Это очень символично, потому что Русская Православная Церковь – это и есть корабль спасения. Считается, что самый первый крестный ход, не осознавая этого, совершил император Константин I Великий. Он увидел в небе крест и слова «Симпобедиши». Император приказал изготовить знамена и щиты с изображением распятия, и так его войско пошло на врага. На страницах Веткого Завета говорится о евреях, торжественно переносящих свою главную святыню – Ковчег Завета. По описанию Пруденция, посетившего Рим в 405 году, в городе совершали летания по случаю праздника святых Петра и Павла. В IV веке летания были заимствованы Востоком. Святитель Василий Великий говорит о них как о полезном нововведении. На Руси всегда любили крестные ходы и ценили их очистительную нравственную силу. В настоящее время по всей стране проводится много крестных ходов-сплавов, но именно в таком виде, с иконой, хоругвами и краплением святой водой, крестный ход проходит только на Валааме, а теперь и в Гремячем. Поэтому, дорогие мои, сердечно вновь и вновь вас поздравляю с праздником Пречистой заступницей усердной рода христианского. Пусть всем нам она полезную дарует, пусть всех нас спасает, поскольку она наш божественный покров. Пресвятая Богородица, помогай нам с праздником и еще раз многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето.